Лето в самом разгаре и в Сургуте на протяжении нескольких недель активно идет торговля арбузами. Появляются даже целые арбузные остановки, о такой мы рассказывали в прошлом выпуске нашей итоговой программы. Помните, предприниматель организовал ягодный рай на 30 лет победы у гипермаркета лента. Правда, сделал он это не очень законно, потому бизнесмену пришлось покинуть выгодную торговую позицию. Многие жители города уже с радостью покупают арбузы. Население уверяет, что ягоды созрели в естественных условиях, демонстрируя красивые красные дольки. Съемочная Сургут-24 решила проверить, насколько безопасны арбузы. Устроили эксперимент, целью которого было установить, можно ли сейчас покупать ягоду, не опасаясь последствий. О результатах проверки Никита Жуков. Отравление арбузом. Столкнуться с этим вероятность есть у каждого. Причиной недомогания могут стать нитраты. Вещества, содержащиеся в азотистых удобрениях. В больших количествах они вредны для человека. Причиной тому – медгемоглобин. Соединение, представляющее собой связь между нитритами и гемоглобином крови. Медгемоглобин уже не может переносить кислород и вызывает гипоксию. Она выражается в проблемах с пищеварением, дыханием и сердечно-сосудистой системой. О том, как выбрать арбуз с минимальным содержанием нитратов, рассказал эксперт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Педзамкив. Между спелостью и безопасностью, кстати, существует прямая связь. Поэтому не рекомендую покупать ранние арбузы, так как они еще неспелые и за счет своей неспелости они содержат нитраты. В первую очередь смотрим на хвостик. Он должен быть высохший. Это говорит как раз о том, что арбуз уже дозрел. Арбуз должен быть гладким, не шероховатым. Если арбуз уже, как правило, в полоску, то есть контрастность должна быть выраженная такая, обязательно смотрим на то место, на котором арбуз лежал на бахче. То есть белое или желтое пятно говорит о его вызревании. Чем спелее арбуз, тем ниже в нем содержание нитратов. Они необходимы ягоди для созревания, однако со временем превращаются в полезные аминокислоты. Чтобы выяснить, являются ли арбузы, которые уже появились на прилавках Сургута, безопасными для здоровья, съемочная группа нашего телеканала совершила небольшой рейд по торговым точкам. Присоединилась к нам руководитель экологической компании Маргарита Лупунчук. Для проведения эксперимента был использован нитрат-тестер – карманный прибор, позволяющий с высокой точностью определить содержание нитратов в любом продукте. Первой точкой для проверки стал павильон в микрорайоне «Строитель». Эксперт сразу обратил внимание на то, что на прилавке находятся разрезанные арбузы, что недопустимо по Санпину. Затем пришел черед измерений. Выбрали себе арбуз, который, с одной стороны, мы понимаем, что он, возможно, долеживал свою жизнь на бахче. Вот если видно тут оператору на бахче. И, соответственно, еще у него вот такой вот почти высохший хвостик. В норме у арбуза должно быть 60 мг на килограмм нитратов. То есть мы проверяем на нитраты. Вводим наш нитрат-тестер, нажимаем «включить» и идет измерение. 177. Это намного выше нормы. Это значительное превышение нитратов в арбузах. Результаты первого тестера зачаровали. Норма содержания нитратов была превышена почти в три раза. Мы решили проверить ягоды на еще одной точке. В этот раз на улице Грибоедова. Она стоит от дороги подальше предыдущей. Это важно, ведь арбузы могут впитывать азотистые соединения из выхлопных газов даже просто лежа на прилавке. Ну, насколько мы понимаем, да, самый подходящий – это нормальной формы, ровной формы, плюс с высохшим хвостиком. Вот этот вот нам, наверное, подходит. Он достаточно овальный, у него здесь есть пятнышко. Так. А-а-а! Ну, здесь меньше. Да, 134. Мне столько, сколько нам нужно. Прохожие посоветовали проверить еще одну точку неподалеку. Сургутяне отметили, что постоянно брали там арбузы прошлым летом, и ни у кого не было вопросов к их качеству. Здравствуйте. Мы к вашему арбузику идем. Нам сказали, что у вас очень вкусные арбузы. Да. А у нас задача проверить их на содержание нитратов. Можете нам самый спелый арбуз выбрать? Выбрать, да. И мы его проверим. Доверяем вам, как профессионалу. Продавец сказал, что эти арбузы приехали из Казахстана, что сразу насторожило нашего эксперта. Традиционно сезон бахчевых культур в этой стране начинается в середине августа. Поэтому эти ягоды могли удобрять чуть больше, чем необходимо. Проверки уличных ларьков намекнули, что идеальный арбуз пока найти сложновато. Мы решили провести сравнительный анализ продукции из крупных сетевых супермаркетов и отправились в один из них. Давайте. Сухой хвостик, он контрастный. Наши производители поставляют товары вовремя. И на складах есть тоже достаточно запасы, чтобы было не жалово вообще. Вот, как и лучше. И в качественных продуктах. Если на полке в магазине недостаточно товара, то не беспокоится. Если завтра, то пополнится новая поставка со склада. Уважаемые изменения. Арбуз. Так, нажимаем. И мерим. 148. Еще больше. Больше, чем на улице. На самом деле, результаты нашего эксперимента оказались вполне ожидаемыми. Для арбузов сейчас еще рановато. Тем не менее, чтобы отравиться такой ягодой, нужно съесть ее как минимум целиком и за один подход. Дневная рекомендуемая доза нитрата в целом – это 325 миллиграмм. Из них 210 миллиграмм может содержаться в овощах и фруктах. Остальное может содержаться в воде. И, соответственно, если мы сегодня замеряли, показатели были от 134 до 177 в целом, то, в принципе, можно тихонечко рассчитать, сколько это все составляет. Если есть небольшую дольку арбуза, ничего страшного не будет. Единственное, что обязательно нужно помыть арбуз, корочку арбуза. Не рисковать тряпочкой с водой. И не просто с водой, но еще и с употреблением либо соды, либо мыла. Редакция телеканала «Сургу-24» советует дождаться хотя бы середины августа и уже тогда наслаждаться любимой сладкой ягодой. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Никита Жуков, Сергей Коликов, Владимир Федоров. Специально для программы «Новости. Главное». Продолжение следует...